От Фондбанк. Технология Победы. Футбольный клуб Рубин представляет. Здравствуйте, болельщики Рубина! В эфире еженедельная клубная программа «Неделя Рубина» и я ее ведущий Роман Титов. Прошедшая неделя была небогата футбольными событиями, но нам все же есть, что вам рассказать. Близится окончание года. Рубину осталось провести один матч, но именно от результата этой игры во многом будет зависеть, можно ли назвать сезон успешным. В среду, 7 декабря, Рубин отправился на тренировочный сбор в испанский Компоамор. В течение недели казанцы готовились к матчу с ПАОК. На сборе команда тренировалась в полном составе, за исключением травмированных Алексея Еременко и Александра Орехова. Сегодня же команда чартерным рейсом отправилась в Салонике, где уже завтра состоится предматчевая пресс-конференция и тренировка команды на стадионе Тумба. А послезавтра, 15 декабря, сам поединок. Начало этой встречи в 22 часа по московскому времени. От этого поединка будет зависеть, увидим ли мы Рубин в весенней стадии Еврокубков. Для выхода в плей-офф в нашей команде достаточно ничьей. Но на прошлой неделе Лига Чемпионов удивила весь мир. Ведь за бортом главного клубного турнира Европы остались такие именитые клубы, как Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, Валенция и Порту. Все они пополняют состав участников Лиги Европы. Поэтому желательно нашей команде занимать первое место в группе, дабы нам попался более удобный соперник. А для этого нужна только победа. Этот матч не будет транслироваться центральными телеканалами. Поэтому тем, у кого не будет возможности посмотреть этот поединок в прямом эфире, существует радиопрограмма «Грани Рубина», которая стартует одновременно с началом этого поединка. Радиомаяк в Казани вещает на волне 101.3 FM, а уже завтра на Рубин ТВ смотрите традиционные превью к этому матчу. В отличие от основного состава, молодежная команда Рубина уже ушла в отпуск, который продлится до 9 января. Далее футболистов ожидает медицинский осмотр и тренировочные сборы в Турции. В Самаре завершился финал конкурса «Мисс Премьер Лига». В рамках финала организаторы выявляли лучшую участницу по итогам нескольких туров. Сначала девушки представляли себя и свой клуб, после чего наступила пора конкурса черлидеров. Далее они продемонстрировали свои футбольные навыки, владение мячом, а также посоревновались в точности ударов по воротам. Затем конкурсантки показали свое остроумие в компании легендарного футболиста Вагиза Хидиатуллина, а в последнем туре девушки устроили дефиле в вечерних платьях. По итогам всех конкурсов победу одержала Алина Чузь, представлявшая Кубань. Футбольный клуб «Рубин» на конкурсе представляла Лейсан Ахмедшина, которая завоевала титул «Мисс Футбол». А теперь давайте узнаем, что бурно обсуждалось в средствах массовой информации на минувшей неделе. Рубин ждет ребрендинг. Именно эта новость вызвала бурю обсуждений среди боленщиков казанского клуба. В ходе интернет-конференции с читателями «Бизнес онлайн» Дмитрий Самаренкин рассказал, что в ближайшие 2-3 месяца у «Рубина» появится новый герб, талисман и фирменный стиль. Также наш президент рассказал о бюджете клуба, попытках вернуть Домингеса и о Карлосе Эдуардо. Смаренкин заверил, что клуб не желает расставаться с игроком и надеется, что полузащитник уже весной будет играть за «Рубин». Ну а пока же Эдуардо с разрешения руководства принял участие в благотворительном матче, который проходил в Бразилии. Полузащитник отметился забитым мячом, а также был ограблен. А вот турецкий полузащитник Гигдениз Карадениз обрадовал многих поклонников нашего клуба, сообщив, что хочет завершить карьеру в «Рубине» и как только клуб сделает предложение о продлении контракта, сразу же даст согласие. Кристиан Нобова в Твиттере поддерживает свой родной эквадорский клуб, но и не забывает радовать болельщикам фотографиями со сборов в Испании. А в завершении – гол Карлоса Эдуардо в товарищском матче. Ждем таких мячей от Карлоса уже в футболке нашего клуба. Антон Бычков, Игорь Николаев, Рубин ТВ. После матча с ПАУК Рубин ТВ совместно с вами, уважаемые болельщики, будет выбирать лучшего игрока и лучший гол уходящего года. Следите за обновлениями и всегда будьте с командой. С вами был Роман Титов. Увидимся на футболе! Субтитры создавал DimaTorzok